Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти и многие другие вопросы предстояло решать комиссии, в состав которой вошли руководители колхозов и совхозов, обслуживающих и перерабатывающих предприятий, специалисты управления сельского хозяйства и руководство местной администрации в лице Назарзагидовича Зиязова. А пока послушаем мнение самих доярок. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, продажа излишков на рынке дело житейское, ведь можно успевать везде, было бы желание, тем более до города рукой подать. Но ведь вся беда в том, что имея неплохие возможности, хорошие условия на ферме, рабочих рук не хватает. В помещениях темно, сыро, виду животных, мягко говоря, не очень сытых и не очень ухоженных. Это, наверное, вы заметили, глядя на экраны телевизоров. А это уже молочно-товарная ферма колхоза Победа. Разница существенная, не правда ли? Уже со входа в помещение чувствуешь хозяйскую руку и порядок. Под ногами сухо, в помещениях тепло, влажность нормальная. Даже то, что на ферме много кошек, говорит о том, что здесь они нашли домашний уют. Честно говоря, хвалить постоянного руководителя хозяйства Аксакала колхозного производства Мазгута Кашаповича Кашапова не хотелось бы. Но везде чувствуется его твердая хозяйская рука, умелая организация дела. Остается лишь еще раз обосхититься его умением вести хозяйство. Под его руководством работают высококвалифицированные специалисты, знающие свое дело, трудолюбивые доярки и скотники. Как же они преданы своей работе? Они ни за что не позволят снижение продуктивности, как в других хозяйствах, как, например, в колхозе имени Максима Горького. Почему же такое разное отношение к своему делу в таких близко расположенных друг от друга хозяйствах? Председатель колхоза имени Максима Горького, так же опытный руководитель, казалось бы, душой болеющий за состояние дел в хозяйстве. К счастью, и среди доярок немало таких. Может быть, не все еще потеряно? А теперь послушаем мнение начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Салихова и главного зоотехника Суфьярова. Мы создали и переменная работа усиленно ведется, и селекция ведется. Вот эти результаты этого, этой работы, я должен сказать. Поэтому давайте мы все на нет не сведем. Есть у нас среднее хозяйство, от Мишурина около 6 килограмм, надоевает. Есть колхоз сегодня, от Худайберна, тоже где-то 4 килограмма. Колхоз Восток около 7 килограммов, надоевает. Вот Москва Шабовича второй раз повторяю, 8,5 килограммов. Давайте приложим все силы, усилия, знания, особенно с народом, давайте поработаем. Что делать вы знаете? Конечно, хотелось бы, чтобы комиссия нашла пути выхода из создавшегося положения. Ведь земледелеццы нашего района с честью справились возложенными на них обязательствами во время уборочной страды. Так неужели животноводы подкачают? Делать что-то особенное из ряда вон выходящий не нужно. Просто нужно каждому встать на свое место и поработать ударно до конца года. Дорогие телезрители, 6 декабря в местной администрации состоялось совещание с участием главных зоотехников, ветеринарных врачей, бухгалтеров по производству и воспроизводству заготовки сельскохозяйственной продукции и по итогам 11 месяцев текущего года. Выступили перед собравшимися начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Олимбаревич Салихов, глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Также были выслушаны мнения специалистов некоторых хозяйств. Разговор состоялся обстоятельный и было решено до конца года повысить надой и производство мяса хотя бы до уровня прошлого года. Наверное, тогда и появится на прилавках масло и молоко в достаточном количестве. Сегодня комиссия продолжила свою работу в колхозах и совхозах района. Предприятие, именуемое Янаульский гортопсбыт, особым успехом пользуется, пожалуй, все-таки в большинстве своем сейчас. Хотя крупными потребителями продукции, поставляемой этим предприятием, являются больницы, школы, детские учреждения, коммунальная организация. Годовой фонд угля для всего Янаульского района составляет 6 220 тонн, брикета – 9 468 тонн. Для подребности населения расходуются 1 000 тонн угля и 7 000 тонн брикета. В основном же спросом пользуется брикет. Обеспечением заключения договоров занимается объединение Баш-Лестоп-Пром. А постоянными поставщиками являются Кумертовская брикетная фабрика, Новокузнецкий уголь, Воркутинское товарищество с ограниченной ответственностью Санрайз, Кузбассуголь и Майкубинский угольный разрез. Мы беседуем с директором гортопсбыта Гелимшиным Рафаэлем Анваровичем. Мы обеспечиваем топливом 6 в основном районов. Татышлинский, Балтачинский, Бураевский, Калтасинский, Краснокамский и Янаульский районов. В основном мы обеспечиваем школы, больницы и детские учреждения. Сколько всего населения? В основном население мы обеспечиваем, значит, в Янаульском районе. У нас они составляют где-то 350 тысяч на сегодняшний день. Скажите, а вот какая категория населения пользуется особыми льготами? Инвалиды войны, участники, пенсионеры, достигшие, значит, от 75, если 75 лет, то они, значит, получают 50%. Свыше, значит, 80, значит, они пользуются полностью, бесплатно, получают топливо. Не могли бы Вы назвать своих поставщиков? Поставщиками у нас является уголь, поступает из Кузбасса, Новокузнецка, из Воркуты, а брикет поступает из Кумертовской брикетной фабрики. Когда-то в былые времена, в рай Топсбит, как он тогда назывался, поступали и дрова. Вот как сейчас? Обеспечиваетесь ли Вы дровами? Мы заключаем уже третий год договора с леспромхозами, в основном, Калтасинский леспромхоз был, Межлесхоз, Бураевский лесопункт, Бураевский лесопункт, Итатышленский лесопункт и Межлесхоз заключали договора. Вот, они, значит, отпускают дрова по цене 4 тысячи рублей к километрам. Одновременно, значит, наши тоже с Янаульского района едут и получают. Эти дрова вывозятся сразу на территорию леспромхоза, лесопункт, там разделываются, прямо там краном грузят и отправляют. Таким путем. А раньше мы получали по железнодорожным путям, вот, с Пермской области получали, из Лосева. Вот, с 79-го года это мотивировали тем, что у вас, говорит, лесной, говорит, республика, вы, говорит, обеспечите это. Помимо постоянных потребителей Янаульского, Татышленского, Болтачевского, Бураевского, Калтасинского и Краснокамского районов, приходится иногда обеспечивать топливом и Мишкинский, Алскинский, Бирский и Карайдельский районы. Всего за год в Янаульский гортопсбыт поступает 11 060 тонн угля и 12 680 тонн брикеты. Если организации могут приобрести тонну брикета по цене 150 000 рублей, а уголь за 180 000 рублей, то населению тонна брикета реализуется за 112, а уголь за 15 000. Льготами при получении топлива пользуются инвалиды и участники войны. Инвалиды могут получать бесплатно, а участники войны с 50% скидкой. Число инвалидов и участников войны составляет 230. Если раньше в гортопсбыте, кроме отпуска и погрузки, практиковалась и доставка транспортом этого предприятия, то сейчас этого уже нет, а ведь это было очень удобно определенной части населения. Илья Анатольевич, если сравнить 5 лет тому назад и нынешнее время, какие проблемы сейчас у Вас возникают? Вот нынче, в 1924 году, мы начали получать из Майкубинского разреза, уголь. Ну, трудности-то есть. Растомаживать приходится. Постоянно надо ездить, как я в Уфу, растомаживать. Допустим, три вагона поступит, надо ехать все равно. Вот эти трудности у нас есть. А раньше этого не было, растомаживание, после распада Союза, и вот это началось, вот это самое. А вот скажите, люди частенько жалуются на качество топлива, как брикеты, так угля. Вот что Вы можете сказать по этому поводу? Ну, в основном люди жалуются, бывало, да, несколько человек у меня тоже были, нынче тоже. Ну, каждый год они бывают. На качество брикета. Бывает, да, я не отрицаю. Брикетная фабрика отгружает нам, иной раз некачественный брикет. В штате предприятия всего 25 человек. Средняя заработная плата составляет 300 тысяч рублей. Наступает горячая рабочая пора для работников гортов сбыта. Ведь от того, как они смогут обеспечить население топливом, зависит, будет ли в наших домах тепло или нет. Недавно наша съемочная группа подготовила материал из колхоза «Авангард». А сегодня мы в Рабакской неполной средней школе, которой в эти дни исполнилось 25 лет. Это большое событие для небольшого села, которое живет своими радостями и успехами. В школе собрались жители села, выпускники школы, учащиеся, гости, руководители района и колхоза «Авангард». Добрый день, дорогие друзья! А что значит добрый? Значит, день начать по-доброму. А сегодня, тем более у нас особенный день. День встречи с выпускниками нашей родной, любимой школы. Директор школы Ильин Владимир Куплебаевич ознакомился с историей школы. Он сказал, что до 1953 года о школе нет никаких данных. Рабакская начальная школа открылась в 1969 году. В этом же году состоялся первый выпуск. 17 учащихся покинули стены Рабакской школы. С 1979 года она стала восьмилетней. Затем, слово взяли, выпускники школы. Собираемся, часто вспоминаем про своих учителей. Все только хорошее. Они нам дали, конечно, все. Мы благодарны учителям, что дали нам знания. Живем, вот наши дети сейчас растут, тоже учатся. В 1993 году она стала называться неполной средней школой. Она была образована у селями колхоза и родительского комитета. От имени городского отдела народного образования выступил заведующий отделом ЗК Фарсланович Хузин. Поздравляю вас с большим юбилеем, 25-летием вашей школы. И пожелать вам всем, кто работает в этой школе, у кого дети воспитываются, и нашим детям крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей жизни. И пожелать вашей школе, чтобы они воспитывали полноценных, очень хороших выпускников, давали прекрасных людей для нашей Родины. Что касается нашей школы, Храбахской неполной средней школы, что же мне хотелось бы сказать. В данной школе, правда, по сегодняшним временам, может быть, эта школа и нетиповая, но в то время, 25 лет тому назад, это была прекраснейшая школа в нашем районе. Учебно-воспитальную работу осуществляют опытные педагоги, соответствующие высшим и третьим специальным образованиям. Коллектив учителей добивается в своем труде, конечно, очень хороших результатов. И население наше с очень большой любовью и уважением относится к нашим таким педагогам, как Исламаева Ирина Исламаевна, заместитель директора, усительницы русского языка литературы Ильиной Валентины Исламовны, усительницы мариинского языка литературы, усителей начальных классов Васенькой Анисии Шамайевны, Андарьяновой Раиса Русиновна, усители истории Исламаева Андрея Александровича. Говоря об учительском коллективе, мне хотелось бы очень добрых слов сказать и в адрес директора данной школы. Владимир Кутлубавич всю свою жизнь посвятил педагогике воспитания подрастающего поколения. Его педагогический стаж сегодня составляет более 45 лет. Из них более 29 лет он уже директорствует, то есть руководит педагогическим коллективом и воспитывает детей в деревне Роман. Хотел бы еще раз пожелать вам успеха в вашей работе, воспитать прекрасных людей и давать ваше колхозное производство полноценных специалистов, обучали их в вузах, в учебных заведениях и получили прекрасных людей и работников. Многие выпускники Рабакской неполно-средней школы идут затем в Барабановскую среднюю школу. От имени соседей Барабановской средней школы и от имени педагогического коллектива выступил директор Ахмедханов Юрий Уракович. В этот день также состоялось очень знаменательное событие открытия музея. Почти все экспонаты были собраны учащимися и педагогическим коллективом школы. Тут были представлены как национальная одежда морейцев, домашний утварь, посуда, сельскохозяйственное орудие. Силами учащихся были выпущены стенгазеты, собраны фотографии выпускников школы. Привлекли внимание и стенды с фотографиями выпускников школы, ставших военными. Их оказалось очень много. Мы беседуем с учительницей долгие годы проработавшей в Рабакской школе Ильиной Валентиной Исламиной. Стали теперь, конечно. А вот скажите, вот за эти 25 лет, что Вы отдали вот этой школе, именно этой школе, было, наверное, немало горьких минут, минут разочарования. И было много светлых, радостных минут. Можете ли Вы вспомнить? Вспоминаю вот светлых, радостных дней. Вот с этими учащимися бывают такие дни, такое настроение. Как увижусь с ними, так и у меня настроение повышается. Вы не жалейте, что вот Вы отдали школе образование, народное образование столько времени, большую часть своей жизни. Я этой профессией горжусь. Пришелся по душе гостям и национальное обычаи морийцев с разделкой гуся. Гости дружно подхватили песни, танцы, сопровождавшие обряд. Молодцы и учителя, и учащиеся, что смогли вспомнить обычаи. Вот что сказал выпускник школы Васильев Радик. Выпускники этой школы, можно сказать, по всей России, по всему бывшему Союзу. Есть у нас и генералы, есть у нас офицеры. Всего выпускников этой школы 8 офицеров. Также много выпускников работает в колхозе. Я тоже, я же сказал, выпускник этой школы. У нас все специалисты, выпускники тоже этой школы. И хочется только сказать хорошие про эту школу. Да. Да, школа дает нам не только озвученные истины, но и основы жизни и труда. Выпускники Рабакской неполной средней школы благодарны ей за то, что через 25 лет она вспомнила о своих школерах с юбилеем школа. Пусть будет больше побед, чем поражений. Близится великая дата, 50-летие победы над фашистским игом. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Башартостан, в рамках Республиканского фестиваля любительского творчества в городе Янаул и Янаульском районе с октября 1994 по май 1995 года проводится районный смотр по концертному жанру «Весна победы». Утвержден состав оргкомитета, план мероприятий по подготовке и проведению 50-летия победы, положение о районном смотре и график проведения. Смотр начался 27 ноября в Кисакаинском сельском доме культуры. Итак, ежедневно проходили кустовые концерты в селах, а затем с 1 декабря на сцене районного дворца культуры. Эти съемки мы сделали в Сусаде-Эбалакском сельском доме культуры. Как видите, полный зал зрителей. Видя усталые, но счастливые лица самодеятельных артистов, еще раз убеждались, как нам нужны такие встречи, обрядами, песнями, танцами, с тем, что стали забывать о повседневной суете. Субтитры создавал DimaTorzok А 1 декабря на сцене районного дворца культуры выступили самодеятельные коллективы нефтегазодобывающего управления Краснохолмснефть. Вечер открыли выступления заведующего отделом культуры местной администрации Римма Фомиевна Фазыловой и председателя правкома НГДУ Краснохолмснефть Рафаэля Каримовича Мухаммедсянова. А затем слово взяли сами артисты. И пушки замолчали, и годы сгладили великую гуду, и мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем день победы, лучшие годы. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Уважаемые телезрители, послушайте еще одно объявление. Накануне рождественских праздников в городах республики пройдут предновогодние ярмарки по продаже продукции сельского хозяйства и товаров народного потребления. Инициатором их проведения выступило правительство республики. У нас же в городе такая ярмарка начнется 10 декабря на Центральной площади в 10 часов утра. Добро пожаловать! Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Доброго рабочего дня вам и всего самого хорошего!